Это вопрос компенсации населению прямых затрат, которые оно несет в связи с приобретением чистой питьевой воды. Вы знаете, что на сегодняшний день у нас катастрофическая ситуация с обеспечением населения водой. Если в Симферополе ситуация плохая, то в провинции, в регионах она еще более худшая и более страшная. И сегодня практически каждая семья уже тратит из собственного бюджета деньги на приобретение бутилированной воды, привозной какой-то воды и так далее. Я считаю, что поскольку власти не смогли обеспечить население вот этой качественной услугой, обеспечения качественной водой, государство должно эти затраты компенсировать населению. Как это сделать? Надо над этим думать. Но я считаю, что данная мера могла бы в какой-то мере немножко облегчить ситуацию, поскольку, скажем, моя семья в месяц тратит где-то до 1000 рублей на приобретение чистой бутилированной воды. И, соответственно, представьте себе, и другие семьи также. Это деньги, в общем-то, не маленькие, поскольку доходы населения крайне низкие в Крыму. Ну, вы понимаете, когда говорится о тотальном субсидировании чего-то, это обычно мера, плоды которой достаются не тем, кто больше всего в этом нуждается. Вот сколько мы имели примеров, что страна, которая производит нефть, делает бензин. Иран, когда он начал субсидировать бензин, он доигрался, во-первых, до дефицита бензина в нефтегосударстве, а во-вторых, очевидно, что большая часть такой субсидии достается именно тем, кто среднему классу, тем, кто больше всего употребляет подобного рода товары. Я думаю, что то же самое относится и к воде, и к другим товарам, что нужно субсидировать бедных, а не всех подряд. И нужно субсидировать действительно то, что помогает людям выживать, а не то, что громко прозвучит. Продолжение следует...